Вероника Борисовна Дударова – первая женщина-дирижер в СССР. Ее имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса как единственной женщиной-дирижера, более 50 лет работавшей с крупнейшими оркестрами мира. К 105-летию со дня рождения музыканта было принято решение организовать концерт-реконструкцию. Организаторы решили полностью создать симфонический вечер 1988 года в Ульяновске под управлением Вероники Дударовой. Исполнителем репертуара выступит симфонический оркестр губернаторский. Некоторые его музыканты принимали участие в концерте 1988 года. Уже через несколько дней им вновь предстоит выступать с программой спустя 33 года. Сейчас тоже у нас дирижер Юрий Михайлович. Он свои какие-то стороны разрабатывает в этой симфонии. Совсем по-другому. У нее была традиция такая больше, как бы сказать, классически принесенная нам из заслуженного коллектива Ленинградской филармонии. Довелось мне с Вероникой Борисовной, конечно, играть эту программу. Я помню, когда она сюда приезжала, те репетиции, которые мы с ней проводили. И каждый дирижер, конечно, вносит что-то свое. Солистом программы стал победитель международного конкурса юных пианистов имени Рахманинова Артур Ворожцов. Честь управлять симфоническим оркестром на месте Вероники Дударовой. Выползаслуженному артисту России дирижеру Юрию Ткаченко. В списке специальных гостей – журналист Михаил Вайнштейн, сын Вероники Дударовой, а также Татьяна Батагова, автор монографии о первой женщине-дирижере в России. Я думаю, что это крупное событие, достаточно интересное, уникальное. И оно должно заинтересовать многих, и не только в Ульяновске, и в России, так как, по моим сведениям, мы единственные, кто отмечает таким крупным образом действительно выдающиеся музыканты, выдающиеся дирижеры. Но сказать, что я займу ее место – нет. Это не то, что разный взгляд, это разные эпохи. Концерт состоится 5 декабря у Дворца творчества детей и молодежи в программе «Вечера праздничного вертюра» и симфонии номер 5 Раминор Шостаковича. Концерт номер один для фортепиано с оркестром Фа-Диэс-Минор Рахманинова. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправды ТВ.